Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube. Добро пожаловать, девочки! Сегодня нас ждет классное девчачье видео, потому что я покажу вам свои обновки на весну. Весна наконец-то началась, ура! Боже мой, как я думаю, мы все ее ждали и дождались наконец-то! В общем, у меня тут столько красоты, всякой разной, разнообразной, что-то вы уже можете видеть на мне. Я обязательно вам сейчас все покажу подробно, с примеркой, нереально красиво и все, как я люблю, будет вам показано, рассказано. Если вам хочется вдохновиться, подсмотреть классные вещи и верхнюю одежду, абсолютно шикарную, и нательную одежду, просто бомбическую, то оставайтесь со мной, я вам все расскажу, и будут классные скидки, будет много крутых находок. Поехали! Начну я с образа, который можно носить вот сейчас, когда весна еще только началась. Ну, где-то она началась только по календарю. Это образ на достаточно прохладную весну, и на самом деле он у меня сложился одним из первых вообще, когда я подбирала разные вещи и свои какие-то обновки, и думала, как бы вам это показать. И вот этот лук, я просто в восторге. Как сегодня у нас с вами пойдет видео, я буду показывать вам свои новинки, свои обновочки, и потом я буду показывать образы с вещами, как я это планирую носить. Это один из вариантов, конечно, будет, но мне очень нравятся те луки, которые у меня получились. Итак, первая вещь. Первая вещь, от которой я в полнейшем в восторге, и это просто находка, но находок в этом видео будет очень много, поэтому смотрите до конца, это вот такой вот жакет, у меня еще вещи пока что с ценниками. И, кстати говоря, смотрите до конца еще и потому, что мне очень нужна ваша помощь. Я в этот раз прошлась по поясным изделиям, так, не слабо, и хочу послушать ваше мнение, что мне оставить, потому что столько, я вроде не сороконожка, куда мне столько брюк. Но сейчас не о брюках речь, возвращаемся обратно. Речь о жакете. Это просто шикарнейший жакет, пиджак в данном случае, потому что он абсолютно в мужском стиле. Это бренд Лиджо, наверное, вам издалека может быть видно ярлык. Это российский бренд. Я очень люблю наших российских дизайнеров. Если вы меня смотрите, какое-то время вы это знаете, что я обожаю наших российских дизайнеров. Я их ношу, я их всегда поддерживаю и советую, и я выбираю всегда лучшее для себя и, соответственно, для вас. Лиджо это бренд, который, я думаю, многим может быть известен по пуховикам из эко-кожи. Они у них просто хит хитов, но сколько у них есть достойнейшей одежды, не верхней, а обычной, вы себе, возможно, даже не представляете, а зря. Я, в частности, нашла себе вот такой жакет здесь, чтобы вы понимали, девочки, 70% шерсти. И, кстати говоря, у меня есть для вас промо-код на скидку на новую коллекцию Лиджо. Я напишу его текстом на экране, и вы найдете еще раз все в инфобоксе под видео. Если не успеете сохранить, можете посмотреть, потому что скидка очень приятная. И цены, на самом деле, в Лиджо более чем достойные за то качество, за тот крой, который они создают. Здесь у меня жакет немножко в такую ретро-клеточку, что ли, мне напоминает вот эта расцветка, именно цвета, которые в нем вплетены. Это голубой, синий, такой серовато-зеленый, зеленый и кирпично-красный, рыжеватый. Цвета, которые носили где-то в 80-х, в начале 90-х, вот времена молодости моих родителей. Мне так нравятся эти цвета, это просто пушка. И в своем гардеробе я нашла просто идеально подходящую под этот жакет водолазку. Вы увидите все на мне, именно таким комплектом я вам покажу. Это Zara, ее сейчас нет в продаже, это прошлый год. Вот, обожаю эту водолазку, она просто выручает меня миллионы раз, и вот этот жакет. Она стала идеальна, у них просто совпадение полное. По оттенку вот этого зеленого он есть точно такой же и в жакете. Жакет у нас достаточно длинный, у него есть сзади шлица, он однобортный, застегивается на одну пуговицу. И есть два кармана с накладными клапанами, крутой мужской жакет. У меня он в размере S, но при этом вы увидите, как он на мне сидит, прям как мужской пиджак. Обожаю. Вниз, как поясное изделие, я в этот образ добавляю свои черные джинсы Skinny от бренда Redone. В данном случае это уже не обновка моего гардероба. Они у меня недавно появились, но я вам их уже показывала, поэтому подробно останавливаться не будем. И в качестве обуви я беру сапоги резиновые из Zara в цвете хаки. Я вам тоже их уже показывала, сейчас не буду останавливаться. Я улыбаюсь, потому что с ними была целая эпопея. Девочки, мне в инстаграме я выкладывала сториз в этих сапогах. Если вдруг вы на меня не подписаны в инстаграм, я рекомендую это исправить, потому что там у меня интересно. Там я каждый день что-нибудь вам рассказываю, показываю. Пишу разные полезные посты, они не дублируются с тем контентом, который есть на YouTube. Поэтому рекомендую подписаться. И в общем там я показывалась в этих сапогах, и меня спрашивали, вы их все-таки оставили. Нет, девчонки, я купила новые. Я те вернула, потому что я не хочу носить брязную обувь за кем-то. Я лучше ухайдокую ее сама. Поэтому я купила себе новые сапоги, абсолютно чистые, стационарные Zara. Я долго их искала. Это был долгий процесс, но я целеустремленный человек. И к образу с этим шикарнейшим пиджаком, он получается такой, знаете, немножко в стиле британской, уж позвольте я себе сравню, аристократии, когда, знаете, вот они выходят в охотничьих, правда, таких жакейских, не охотничьих, в жакейских сапогах, куда-то на прогулку со своими корги прекрасными, или, может быть, проехаться на своих замечательных скакунах. И вот мне прям этот образ отзывается именно этим атмосферой, вайп. И я дополняю этот комплект. Верхняя одежда, я его готова. Это находка, девочки, это находка. Это снова российский бренд. У меня снова здесь ярлыки, потому что это совсем новые вещи. Я в них еще никуда за пределы квартиры или студии не выходила. И это бренд Помпа. Слышали о таком? Меня с этим брендом, что интересно, первый раз познакомила моя клиентка, когда мы с ней отправились на шоппинг. Светлана, вам большой привет, если вы смотрите это видео. И она спросила, знаю ли я о таком бренде. На тот момент, это был сентябрь, наверное, месяц. Я не знала. Мы с ней зашли в магазин в Москве, в одном из торговых центров. И купили ей пальто. Вот правда, девочки, это настоящая история. Я не придумываю. Мы купили пальто именно Помпы, и я была поражена, насколько интересны принты, какая качественная ткань, какой удачный крой и хорошая посадка. И сейчас, собственно, теперь я сама держу в руках пальто этого бренда. Мне очень нравится качество. Вы знаете, что я никогда не хвалю то, что мне не нравится. Я никогда не буду работать с каким-то брендом просто, потому что мне предложили. Я отказываю огромному количеству разных входящих заявок и показываю вам только самое лучшее. И в данном случае этой вещью, как и предыдущим жакетом, я полностью довольна. Во-первых, очень красивый цвет, это не совсем хаки. Он не настолько грязноватый серый, он все-таки более еловый. В чем еще большой плюс? Здесь 70% шерсти, опять же, составы просто огонь. И это пальто с мембраной, девочки. Если вдруг кто-то не знает, хотя мне кажется, что сейчас все знают, в детской одежде используются мембраны, и во взрослых. Это современный вариант утеплителя. То есть оно непродуваемое. И это пальто, по сути, вы можете носить сейчас. Но если у вас, конечно, как в Сибири, например, моей родной, вчера было минус 27, то там нет. Но в Москве, допустим, сейчас около нуля температура, и в этом пальто вам будет более чем тепло. Я думаю, что его можно носить и в небольшой минус. И преимущество в том, что сейчас смена сезона, обычно всегда дуют ветра в это время, а оно непродуваемое за счет мембраны. Оно длинное, оно с поясом. У него интересные карманы, они прорезные, с небольшими листочками, они интересно расположены. Вы на мне посмотрите. Длинная шлица сзади, сейчас не видно, все увидите в примерке. И оно очень красивое. Оно лаконичное, благородное. Такое пальто-халат, но с вточным рукавом соформленным. И такое же есть еще в песочном цвете. А еще, девочки, тут есть снова приятная новость, что по промокоду WOW, я напишу его на экране, оставлю тоже в инфобоксе, у вас будет скидка 15% на первый заказ и бесплатная доставка. Я считаю, что это очень круто. Особенно, когда вы покупаете верхнюю одежду какую-то, то 15% это может быть прям ощутимая скидочка. Так что пользуйтесь. Давайте посмотрим с вами образ итоговый, который у меня получился. Мне он очень нравится, мне в нем настолько уютно. Я чувствую себя настолько спокойно, комфортно и как-то даже благородно в этом комплекте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я надеюсь, что вам понравился образ, потому что, повторюсь, я в восторге. Ну а мы с вами едем дальше и еще что нового и супер весеннего у меня появилось. Я просто не то чтобы от сердца отрываю, но мне так нравится, девочки, посмотрите просто на этот цвет. Мне кажется, ну если я не буду включать рассудок, то я просто все вещи в этом сезоне готова скупить вот в этом нежном пастельном желтом цвете. Такой цвет лимонного сорбета, лимонного мороженого. Это снова Лиджо. Боже, какие у них достойнейшие вот эти кожаные косухи. Она большая, но у меня здесь еще и размер М. Это нужно учитывать. У девочки есть скидка, не забываем, на новую коллекцию. Это новая коллекция весенняя. Можно купить с очень приятной, очень приятной скидочкой по промо-кодику. Крой у нее как у классической косухи. То есть снизу идет ремень. Его можно застегивать, можно не застегивать. Карманы боковые с клапанами. Широченные лацканы. Они прям такие добротные, мне так нравятся. Погоны на плечах. Здесь тоже есть такие ремешки дополнительные на рукавах, на манжетах. Обалденная кожаная косуха. И там еще есть нежно-голубой цвет, если я правильно помню. В общем, я выбирала между несколькими. Но вот этот вот желтый он меня просто покорил. Он шикарный. У меня М-ка. Она большая. Мне, в принципе, на мои параметры, я вам скажу, что хватило бы S-ки. Параметры мои тоже есть в инфобоксе. Но так хотелось, что я заказала M. И, в принципе, если носить ее, а я вам покажу как раз на что, на какие-то объемные нижние слои, то меня даже не смущает то, что она достаточно объемная. Пускай это и М-ка. Очень классная куртка. Мне она так нравится. Обалденный цвет. Просто создан для того, чтобы поднимать настроение. Ну и, собственно, в качестве нижнего слоя под косухи мне очень нравится наливать худи. И здесь у меня белый худи. Базовый. Знаете, откуда девочки? Из мужского H&M. Я люблю мужской H&M. Я покупаю себе там футболки. Я покупаю себе там толстовки, то есть свитшоты без капюшона. А вот это вариант с капюшончиком. Хорошая такая толстовочка. Хорошие худи. У него есть вот здесь вот этот карман-кенгурушка спереди. Мне очень нравится худи, у которых нет такого кармана. Но вот в мужском H&M, а я люблю их качество, действительно оно хорошее. Не было на тот момент, когда я покупала себе этот такой модель. Но вот белый худи, это прям, ну, must have на все времена года. Вот правда. Весна, лето, естественно. Осень, зима тоже. Почему бы и нет? Под косуху, под пальто, под какой-нибудь, ну, если у вас свободный, опять же, жакет. Можно под жакет, из-за того, что я поднимаю светлую вещь, у меня играет немножко свет. Давайте опущем. Классная вещица, очень базовая. Я, наверное, сильно подробно здесь останавливаться не буду, потому что, ну, на мой взгляд, как бы, в принципе, все понятно. Единственное, знаете, вот мне чуть-чуть, чуть-чуть не хватает объема у капюшона. Но это лично мне, это лично мое предпочтение. Я бы хотела, чтобы он был еще чуть-чуть побольше. Чтобы он так свободно и объемно ложился на голове. Вы увидите, как он садится на меня, этот капюшон, сможете себе все представить. Но в остальном, в целом, это абсолютно себе хорошая такая базовая вещица. А внизу у меня будет один из самых модных вариантов брюк в этом сезоне, весенне-летнем. Это мужские брюки. Ну, на самом деле, они женские. Это женская Zara. И на самом деле, Zara, как передовик, массовик, сделала именно эту модель еще осенью, по-моему. И сейчас у нас снова у них есть коллекции. И я уже не первые мужские брюки себе в зале покупаю сейчас. И вот как раз у меня стоит выбор между несколькими. Это мне нравится своим цветом. Плюс в этом образе, вы увидите на мне сейчас в примерке, одно из самых трендовых сочетаний цветов этого сезона. Это желтый, такой вот нежный, разбеленный. Но можно и поярче выбирать, если вам нравится и идет. И серый. Желтый и серый, это, во-первых, два главных цвета сезона по версии Pantone Института Цвета. А, во-вторых, их комбинация. Ну, это так круто смотрится, реально. Если вдруг никогда не пробовали их сочетать, попробуйте. Вообще, серый это цвет ахромат, ахроматический, так же, как белый и черный. И эти цвета, серый, белый, черный, сочетаются с любыми другими цветами. У меня в образе будет серый, белый и желтый. То есть, беспроигрышный вариант. Если вы не знаете, как сочетать цвета, не умеете с ними работать, не знаете свои оттенки, идут они вам или нет. Или, в целом, возможно, вы с трудом выбираете для себя вещи, не понимаете крою, фактуру. Стилевое направление девочки совсем скоро, уже 15 марта. У меня стартует седьмой поток моего курса по стилю. И я вам очень рекомендую присоединиться. Еще можно это сделать. Ссылка на регистрацию есть внизу в инфобоксе. Успевайте. Подробный анонс был на канале буквально 2 видео назад. Можно посмотреть. Я сейчас не буду останавливаться. Просто я знаю, насколько этот курс информативен и как он может быть многим полезен. Возвращаясь к брюкам. Здесь удачный, в принципе, состав. Здесь, ну, чуть больше половины, по-моему, 60 где-то синтетики. Остальное это вискоза. У них такие прямые, длинные, широкие брючины со стрелками. Они прям длинные. Прям длинные. Вы увидите сейчас. И мне понравилось, что вот вам видно должно быть. Видите, как асимметрично сделана застежка. Она вот так и сделана. Это не криво висит. Она идет наискосок. Это, это их изюминка. Но у меня есть еще несколько удачных моделей мужских брюк, над которыми я думаю. Поэтому посмотрите этот образ, другие, и дайте мне знать, какие вам кажутся наиболее выигрышными. Продолжение следует... Как вам образ? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень нравится. Но я уже сказала, что это сочетание цветов. Это просто моя любовь для весной. И конкурент предыдущих брюк. Брюк из предыдущего образа Zara. На то, чтобы остаться в моем гардеробе, это вот такие вот. Тоже серые брюки. Тоже в мужском по сути стиле. Прямые, длинные. Но здесь они имеют по два защипа спереди, с каждой стороны. Это снова у нас помпа. Российский наш бренд прекрасный. Мне очень нравится качество ткани, девочки. Она такая приятная. Она отличается и по цвету. Эти посветлее, чем предыдущие. И по фактуре. Ну, честно скажу, это приятнее. По фактуре ткань намного. Она более мягкая. Она более фактурная. Чуть-чуть рыхлая. И она, конечно, более натуральная. Если там у нас был 60% синтетики, то здесь 60% вискозы. И размер единственный. Ну, в примерке вы посмотрите. Я, возможно, ошиблась. И надо будет поменять на размер поменьше. Потому что это у меня 44%. И они круто сидят по ноге. Мне так нравятся объемы свобода, которую дают брючины. Но вот в талии на мои параметры большевата свобода. И все-таки, наверное, нужен 42%. Но в остальном они просто бомбические. Просто нереально крутые. И я вам покажу, как такие брюки. Казалось бы, мужские. Ничего там нигде не обтягивают, не подчеркивают. Можно надеть даже на свидание. Хотите посмотреть с чем? Например, с какой-нибудь романтичной блузкой. В общем-то, подошла бы даже та, в которой я сейчас стою перед вами. Снимаю это видео. Но я покажу вам вот с этой. Вот эта новогодняя коллекция. Тоже российский бренд. Волсторис. Я люблю российские бренды. Я не буду на ней подробно останавливаться. Потому что, во-первых, ее, скорее всего, нет в продаже. Ну, и я ее вам уже показывала. Но просто и сочетание розовой и серой. И здесь они так хорошо совпали по насыщенности. Видите, и светлый розовый, и светлый серый. И температура у них одна. Это просто идеально. И представляете... Вы сейчас... Что представляете? Вы сейчас увидите, как это смотрится на мне. И я считаю, что для свидания 1-го, 21-го, неважно, это прекрасный вариант. Потому что она у вас женственная блузка, свободная, с бантом. Она может быть просто шелковая. Она может быть шифоновая, полупрозрачная. Она может быть в принт какой-то яркий, если вам в этом комфортно. И вот такие расслабленные брюки, это так элегантно и так женственно. И если мы возьмем не кеды, как в предыдущем был, лук у нас собран с желтой курточкой, А каблучок, то это просто... Это роскошно. Правда. И розовый цвет, кстати говоря, розовый цвет, разные его оттенки. Это один из главных цветов наступающего сезона. Но в этом видео я вам покажу еще один главный цвет наступающего сезона. А пока что давайте посмотрим образ вот с этой блузкой и с прекрасными серыми брюками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, согласитесь, это женственно и изящно, несмотря на свободный крой брюк, несмотря на их маскулинность, Несмотря на свободу блузки, что она тоже ничего не обтягивает, но мне кажется, это супер женственно. Это благородно, интеллигентно и женственно. Ну, а мы двигаемся дальше. И сейчас я покажу вам комплект, который моя любимая Машуля. Мой фотограф, мой видеограф, с которым мы работаем и снимаем для вас всю эту красоту. Просто полностью себе заказала после этой съемки, влюбилась в вещи. Но тут сложно не влюбиться. Я вам честно скажу, что в одну, что во вторую. Потому что, во-первых, в этом образе у меня вот такая куртка-рубашка. Вы видите этот цвет? Он сейчас очень хорошо передается, я вижу, в видоискателе. Это Лиджио и это, девочки, кашемир с шерстью. Здесь, если я правильно помню, я сейчас проверю. Да, 75% шерсти и 15% кашемира. И, девочки, на нее сейчас скидка на шерсть с кашемиром. Причем очень приятная. Это как бы нельзя упускать, поэтому смотрите внизу, ссылку на нее оставлю. У меня размер М. Эски? Разобрали. Но М сидит бомбически. И поскольку это куртка-рубашка, то пускай она будет свободная. У меня, в принципе, с верхней одеждой такое отношение, что лучше она будет свободна. У меня и пальто, которое вы видели, самый первый образ, оно тоже в размере М. То есть я очень редко беру размер в размер в верхней одежде, потому что тогда, если здесь посвободнее, у меня есть возможность надеть какие-то более теплые нижние слои. Например, в данном случае я вниз добавляю еще вот такой вот свитер молочного цвета. Это, конечно, база-база. И это все очень здорово смотрится. Вы увидите сейчас в примерке. Здесь, ну, не то чтобы высокое горло, оно есть, но оно такое свободное, не спадающее. Боже, такой уютный лук. Возвращаясь к куртке, она идет с поясом в комплекте. То есть при желании вы можете обозначить талию, подпоясаться без подклада какого-либо и с накладными нагрудными карманами. Очень красивые, кстати, пуговки. Они перламутровые, но это не слишком глянцевые перламутры, он такой припыленный, приглушенный, немножко матовый. И это смотрится очень благородно. Они идут вот здесь вот у нас застежка на пуговке и на карманах. И рукава тоже, манжета идет на две пуговки и присобрана чуть-чуть на несколько защипов, что дает дополнительный объем. Сзади спинка гладкая, она длинная достаточно. Это очень классно, это очень тепло. Это такой супер мягкий по цвету, по фактурам лук на весну, когда вам хочется света, свежести и поднимать себе эти настроения. Я в устойке от этой вещи, и я прекрасно понимаю, почему Машуля ее себе тоже решила заказать. И мне кажется, что после этого видео, наверное, эти курточки-то и закончатся. А еще, кстати, девочки, в Лиджио есть линейка Лиджио Кюрв, то есть для девочек с аппетитными женственными формами, для девочек плюс сайз. И она скроена специально для того, чтобы учитывать особенности посадки, чтобы делать комплимент вашей фигуре, чтобы вам не приходилось идти на компромиссы, что вот эта вещь стандартной линейки, и на вас ее нужно как-то сажать дальше, допустим, где-то в ателье, там сразу учтены все нюансы женственной фигуры. И дополняю я этот образ. Мне немножко смешно, потому что это снова брюки в мужском стиле. Но они вот в таком цвете, ну вы посмотрите, девочки, боже мой. Это пыльный, нежный розовый. И можно минутку гордости? Вы посмотрите, как идеально подходят оттенки по температуре, по насыщенности. Это просто изумительно красиво, вы увидите сейчас это все на мне. По брюкам. Они снова из Zara, это весенняя коллекция. К ним, кстати, есть жакет. Здесь у нас по составу 50 на 50 идет полиэстер и лиоцелл натуральный материал. Но они классные, я вам честно скажу, мне они очень сильно нравятся. Они круто. Это размер XS, кстати, у брюк имейте в виду. Я постараюсь не забыть и подписать в инфобоксе рядом с вещами и ссылками, размер, которыми они были на мне, они есть на мне. Они классно сели на меня по талии. Девочки, у кого достаточно узкая талия, я не считаю, что она у меня супер узкая, но тем не менее, она небольшая. И при этом объемные бедра, обратите внимание, потому что здесь есть защипы, они дадут свободу вашим бедрам, но при этом по талии они садятся достаточно хорошо. Здесь есть, если что, шлевки, и вы сможете вставить при желании ремень и еще посадить их себе на талию. Но у меня они прям так, как-то прям, ну очень удачно сели, не часто такое бывает. И так классно, что здесь тоже такая игра контраста своего рода, очень нежный женственный цвет, весенний и так далее. Бомбически смотрятся и с кедами, и с каблуками, вы сейчас увидите. И при этом это мужской крой. Вот такая вот ирония, мне нравится. В общем, собственно говоря, мне нужен ваш совет. Трое брюк в мужском стиле, а у меня есть еще одни, но вы их сегодня не увидите. Вы их увидите в моем инстаграм, на мне. Подписывайтесь, там будет пост с этими брюками. И как бы надо выбрать, что оставить. Поделитесь своим мнением, как вы считаете, какая пара брюк побеждает сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и собственно, конечно же, я не могу не прокомментировать ту вещь, которая на мне находится на протяжении всего этого ролика. Кто смотрел мой шоппинг-влог, выходил недавно на канале из Масси Мадутти и Утеркуэ, вы уже эту вещь узнали с первых кадров, потому что это блузка из 100% вискозы. Какая она приятная к телу девочки из Утеркуэ. Я там ее... Утерк... Утеркэ... Кто как называет этот бренд? Я ее там примеряла. Примеряла с белыми джинсами, собственно, того же бренда. Они были крайне неудачны, при том, что они были на мне в 36-м размере. Они сидели катастрофически тесно и просто портили фигуру. Поэтому те джинсы были скорее как пример, с чем ее можно сочетать, эту блузку, чтобы немножко успокоить. Но я ее вам для наглядности покажу с достаточно базовыми белыми джинсами из манго. Они у меня уже годик, наверное. По-моему, я их прошлой весной покупала, вот примерно в это же время. Просто прямые джинсы. Relaxed Mom, по-моему, называлась модель или Relaxed Boyfriend. Ну, название модели, я помню, что меня смутило, потому что это не объемные какие-то джинсы, мамы или Boyfriend, они просто прямые, из плотной джинсы и такие не сильно обтягивающие. Острый и удлиненный воротничок, он прям такой длинный, спускается вниз, все, посмотрите поближе. Супатная застежка, то есть пуговки вы не видите, они вот здесь есть и закрываются еще одной порцией ткани. Глузка классная, не совсем типичная для меня по моему, скажем так, типажу. Об этом я тоже буду очень подробно, очень подробно в нескольких эфирах рассказывать на своем курсе по стилю. Вот как бы это не совсем моя история. Прямые линии, жесткая геометрия и очень яркий цвет. Но я знаю, с чем ее преподнести, чем ее успокоить, сделать более мягкой, чтобы она шла именно мне. И, собственно, буду рассказывать про все вот эти фишки тоже на курсе, как подобрать вещь под себя. И если нужно, довести образ с какой-то конкретной вещью до оптимального варианта именно под вас. Давайте посмотрим ее в действии, в движении поближе. И, ну, немногие на самом деле тогда написали под блогом из Майсима, что блузка классная, надо брать. Поэтому даже не знаю, просить вас написать в комментариях, как она вам или нет. Наверное, вы уже тоже многие высказались. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, собственно, продолжая тему влога из Майсима и Утеркуэ, огромное количество оваций, собрала еще одна вещь, с которой я тоже не смогла уйти. И я хочу послушать ваше мнение, как она вам, если вдруг вы не видели этот влог, и я говорю о вот этих брюках Утеркуэ. Еще одни брюки ни разу не было, и вот опять, да? Ну, что тут поделать? Ну, вы на них только посмотрите. Это тоже размер XS. И я помню, когда я оплачивала покупку на кассе, продавец сказал мне, что это последние в Москве. Они разлетелись очень быстро. К ним, по-моему, был такой же жакет. Вот именно в такую клетку. Ну, в общем, из этой ткани сделанный. Но я не помню, в зале он был тогда или нет, или я видела его уже потом на сайте, когда смотрела. В общем, XS сидят весьма плотно. Вот здесь, по талии, дальше все свободно, хорошо. Возможно, я могла бы носить и S, но S не было. Был XS, и, по-моему, XL уже. В общем, это обалденные брюки. Они настолько качественно сделаны. У них все прекрасно стыкуется. Вот так вот вам покажу. Клеточка, все четко, все ровно. Ткань в такую небольшую елочку. Она фактурная. Прорезные карманы здесь вот на бедрах. Брюки, конечно, бомбические. Единственный момент. Это 70% полиэстера и 30% вискоза. Хотелось бы, чтобы все-таки что-нибудь натурального в них тоже подсыпали. Ну, потому что это уже такой более средний сегмент по своему ценнику. И хочется, конечно, носить... Ну, 30% вискоза это натурально, но, в общем, хотелось бы чуть-чуть, может быть, какой-нибудь шерсти мягкой, костюмной. Но, в общем и целом, классные брюки, конечно. И с чем я их вам покажу? Во влоге я показывала их вам с апельсиновой блузкой. Но я понимаю, что, ну, та блузка лично мне все-таки нет. Но при этом у меня в гардеробе с осени, с сентября, по-моему, есть вот такой жакет. Они просто созданы друг для друга. И что это? Это тоже российский бренд, это Эмка. Но, скорее всего, жакета нет в наличии, потому что, я повторюсь, он у меня с сентября. Если вдруг он есть, я найду вам ссылку, оставлю внизу, как и ссылки на все-все-все остальные вещи. В общем, девочки, I am in love. Вы посмотрите, как это, господи, красиво. Ну, сейчас, конечно, непонятно, хорошо, все, не буду вас мучить, сейчас мы посмотрим полностью, как это выглядит на мне в полный рост в примерке. Так эффектно. Очень, очень, очень нравится. Под жакет я надеваю просто телесное боди, покупала летом в Stradivarius. Идеальное боди, если вдруг, боди, боди, если вдруг они будут у них снова, то рекомендую девочке брать, потому что вот под жакета особенно это смотрится так эффектно. Кажется, если хорошо под оттенок вашей коже подходит ткань этой вещи, боди, кажется, что жакет надет на голое тело. И мне нравится еще ставить вот в место, где как раз-таки идет горловина боди, какую-нибудь цепь, таким образом нивелируя вот этот момент, вообще есть там что-то или нет, и тогда реально кажется, что у вас жакет на голое тело надет. Прям так пикантно. Давайте посмотрим образ, и я буду с нетерпением ждать ваши комментарии относительно него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот лучок появился, он мне прям поднимает настроение своим цветом, как же красиво сочетается оранжевый и зеленый. Да, это ярко, это для кого-то смело too much, может быть только на выход на праздник, а для кого-то, я знаю, таких девочек прекрасно, это будет абсолютно повседневный вариант. Ну что, на сегодня у меня все, вроде бы я ничего не забыла, как-то весна меня вдохновляет на покупки, и я покупаю, думаю, что-то оставляю, что-то возвращаю, как и все мы, но кажется, я показала все, что у меня вот сейчас вот есть в моем гардеробе. Очень буду рада послушать ваше мнение, как вам вещи, как вам образы, очень буду рада, если они вас вдохновят, буду очень благодарна вам за пальчик вверх этому видео, если оно вам понравилось, если оно было каким-либо образом для вас полезным, вдохновляющим, информативным, веселым, весенним. Мы с вами увидимся совсем скоро на моем канале в новых классных видео, вас ждет много интересного и вдохновляющего, чтобы не пропустить новые ролики, обязательно подписывайтесь, жду вас также у себя в инстаграм, до скорых встреч, берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы, пока! Субтитры сделал DimaTorzok